Продолжение следует... Да, пока запускается эфир на ютубе, ребят, я еще раз тогда, наверное, вам напомню, что будет ретрит, который состоится с 28 ноября по 2 декабря. И я вас всех очень жду. И еще хотела бы сказать, что я уже об этом говорила. Это будет такой мой ретрит в новом формате, в новом формате меня. Я немножечко поменялась, немножечко изменилась. Во мне произошли какие-то... О, начался эфир. Во мне произошли своеобразные перемены. К лучшему они, к худшему это уже не имеет значения. Но тем не менее они есть. И я буду смотреть, насколько они актуальны для дальнейшего вещания меня. Насколько люди будут понимать меня, насколько будут доходчиво говорить вам то, что я хочу сказать. И если у меня изначально не было вообще желания продолжать это делать, то я все-таки, наверное, пообщалась со своими близкими, со своими друзьями, которые... которые мне дали, наверное, понять, что на сегодняшний день я еще нужна, чтобы что-то говорить, чтобы что-то вещать. Пообщалась с мудрецами, которые мне сказали то же самое. И, наверное, на сегодняшний день мне бы хотелось... Тогда, если уж я буду вещать, если уж меня будут действительно понимать в том аспекте, в котором я это сейчас готова рассказывать, то я все-таки, наверное, хочу рассказывать те вещи не просто с духовной, не просто с душевной точки зрения, да? Не просто с того, что я вот это вижу, не просто с того, что я вот это слышу, не просто с того, что вы вот это можете услышать и вот это можете услышать. Я, наверное, немножечко сейчас заглядываю в медицину, чтобы было понятнее сказать на этом языке, передать на этом языке, что происходит с телом при определенных познаниях. Да, как бы это ни было смешно, я сейчас говорю не про неедение, а именно о осознании. Когда мы проходим по определенной стадии осознания, у нас происходят химические процессы в нашем организме. И я бы хотела максимально раскрыть вам эти химические процессы, насколько я смогу это раскрыть в простом, доходчивом языке, в простых вещах, в простых словах, чтобы вы понимали, что при вот этом осознании происходит вот это с нашим организмом, происходит вот это с нашей кровью, это дает вот в этот орган, этот орган влияет вот на это, и происходят такие-то процессы. Наверное, я больше пойду вот в этом направлении, наверное, вот так вот мне будет проще вам передать то, что будет происходить с вами, потому что все наши философские изречения, они клевые, они нужны на определенных этапах. И даже, наверное, не на определенных этапах, а кому-то это очень важно, это очень нужно, это очень раскрывает это. А кому-то таким людям, наверное, как я, нужно четко. Вот это, потому что вот это, а вот это, потому что вот это. Может быть, поэтому и у меня путь такой, вот он весь в каких-то вот заковырочках, да? Может быть, поэтому я в многие вещи не верю, но когда со мной происходят какие-то определённые процессы, я их сначала не рассказываю определённое время, а потом выкладываю вам, наверное, в какой-то даже в виде инструкции, что происходит с человеком. Но это очень часто не всё могу выложить я в прямых эфирах, я уже говорила, потому что прямые эфиры просто закрывают, и когда я начинала говорить про клетки, определённые вещи, некоторые эфиры закрыли, вы это знаете. Поэтому как бы оно ни было, некоторые моменты я раскрываю либо на личных встречах, либо на марафонах, которые тоже закрыты, либо на ретритах. Вот. И максимально, конечно же, я вам попытаюсь и в этот раз попробую, буду пробовать раскрывать эти все моменты через наше тело. Как оно будет получаться? Вы уже дадите мне обратную связь. Здравствуйте. Светлана, как вы себя чувствуете? Всё в порядке? Да, Виктор, спасибо, всё в порядке. Всё замечательно. Только вот вчера приехали со встречи, ездили в Краснодар, в родовые поселения. Вот. И там с нескольких родовых поселений в одном собирались ребята, и мы общались. Общались, у нас было 4 часа, то есть 3 часа у нас был оплачен зал. Вот так, как обычно получилось, что, как это всегда и бывает, да, что всегда этого времени мало, потому что начались вопросы, начались какие-то свои личные непонимания определённых процессов, которые хотелось бы, чтобы кто-то подсказал, подтвердил ещё что-то. Вот. И, конечно же, у нас получилось в результате 4 часа, 4 или 5 часов. Я, честно говоря, не помню, не очень в этом. Вот. Но выкладывала я ребятам, как мы ехали, как у нас там кот уже то балдел, то уставший уже лежал там всё. Вот. Стараюсь быть максимально с вами, но... Последнее время очень мало от вас ответной реакции. Я понимаю, что в Инстаграме, так как это на сегодняшний день получается экстремистская, да, по-моему, вот эта вот сеть, организация, или как её называют, не знаю как, очень мало там народу осталось, и поэтому нет там такого обратной связи. Я мало выкладываю в Телеграм, я мало выкладываю в Ютуб. Я постаралась исправиться, но мне нужно очень чётко понимать, насколько это вам актуально. Может быть, у вас тоже такая жизнь достаточно бурная, что вам, в принципе, хватает того, что я выкладываю. Мне нужно это знать. Давайте сделаем какой-нибудь опрос, давайте я сделаю опрос и в Инстаграм, и в Телеграм, и в Ютубе попробуем сделать вот этот вот опросник, составить, чтобы вы сказали, что интересно, потому что так как сейчас есть новое видение и новое восприятие вообще всего, что происходит в этом жизни, в этой жизни, да, ребят, я бы хотелось... Мне бы хотелось повторить, что вот те изменения, которые произошли, мне нужно научиться с ними жить. Потому что это те изменения, когда ты смотришь на человека, на ситуацию, ещё на что-то, и ты видишь всю программу. И ты видишь всю программу, помимо того, что ты видишь всю программу, ты очень чётко понимаешь, что тебе в неё не нужно влазить, это не твоя программа. Это первый момент. И те вещи, которые там... Ну, например, телевизор. Да, у нас нет телевизора уже много лет. Но когда там сидишь в определённых местах, и где-то есть телевизор, например, новости. Я была недавно в определённом месте там, и там просто был телевизор, в котором показывали... По-моему, мы заезжали, когда ехали, по-моему, заезжали в столовую. По-моему, там было столовая, кафе, что-то такое. Вот. И там висел огромный телевизор, на котором шли новости. И по этому телевизору, на котором шли новости, ты очень чётко понимаешь, ты очень чётко видишь этот 25-й кадр. 25-й, по-моему, называется, да? И когда ты понимаешь, что вот настолько всё запрограммировано, настолько всё это... Сделано не для нас, а чтобы мы что-либо делали для кого-то, иногда становится печально. Да, и 25-й кадр, когда ты смотришь новости, а там в промежутках там сиськи, письки и всякое такое показано для определённых вещей. Ты понимаешь, что ты сейчас очень многие вещи, не все, уверена, что не все, далеко не все, очень многие вещи начинаешь расшифровывать. Когда ты начинаешь их не то, что расшифровывать, а ты их просто по-банально видишь, и ты думаешь, а как с этим дальше? А что ты можешь тогда сказать это людям? Что ты будешь что-то не договаривать? Или ты будешь врать? Врать это вообще не про меня. Не договаривать? И ты понимаешь, что в каких-то случаях просто будешь не договаривать. А насколько это будет актуально для меня? Насколько это я смогу? Насколько для меня это будет корректно? Лично для меня? Одно дело, когда ты не говоришь человеку, что рядом с ним стоит, что с ним сейчас происходит, потому что ты понимаешь, что пока он это не проживёт, ты ему ничего не сделаешь. Это его путь, это в любом случае его опыт, это его данные состояния, которые ему нужно пройти. И пока он тебя не попросил, даже помощь, наверное, это грубое слово, нет, не помощь. А пока он тебя не спросил о чём-либо, тебя... Харай Кришна. Привет. И пока он тебя о чём-то не спросил, ты понимаешь, что как бы смысла там нет вообще власти? Кто ты вообще такой? Кто ты такая? Кто я такая, что вообще куда-то влазить? Вообще не про это. Но когда ты видишь, что происходит, что в мире, и когда ты видишь и читаешь то, что в принципе это открыто, это открыто, но мы очень многих вещей на определённом этапе не видим, тогда и задумываешься, а ты это специально не будешь говорить? А ты это не будешь говорить, чтобы не влазить туда? Или я это буду говорить, чтобы говорить, что я вне там чего-то? Это уже абсолютно другие моменты. И я не просто так назвала сегодняшний эфир «Мой мир», потому что как относиться к тому, что происходит в мире? Относиться. Вадим, ты же понимаешь, что я тебе не могу отведить на этот вопрос. Как относиться к тому, что происходит в сегодняшнем мире? Наверное, всё же я скажу, что что бы ни происходило в этом мире, мы не можем быть в стороне. Ни в каком контексте. Нельзя этого делать. Мы не можем быть благими и такими, что «Ой, я вот весь такой вот благостный, я вот весь такой замечательный, я вот весь такой вот хороший, и я постою в сторонке». Это не про это. Что ты можешь сделать для того, чтобы мир стал лучше? Неважно. Неважно, что ты должен делать. Ты что-то должен делать. Прибраться на улице, прибраться в душе у себя, что-то не навязывая, рассказывая своим опытом, только своим опытом, только своим присутствием, только своим каким-то примером, что ты делаешь себе, что ты делаешь лучше, начать этот мир менять. Ни в коем случае не оставаться в стороне. Это, мне кажется, самый большой стоп в вашей жизни, когда вы становитесь в стороне, когда вы говорите себе, «О, это не про меня, это вот я нет такой, вот это вот пусть другие что-то делают, это я весь такой вот, я буду весь в благости, в философии, в полезных каких-то там, в великолепных явствах, в кухнях, в практиках, еще в чем-то, но только не там». Я бы, наверное, сказала, что это не моя позиция. Что я делаю? Я делаю то, что я и делала. Я пытаюсь рассказать каждому из вас, что у вас целый мир. Я пытаюсь рассказать каждому из вас, что вы и есть те боги, которые не просто так научитесь. Я пытаюсь вам помочь раскрыть свои видения, свое ясное видение, свое яснослышание, без всяких гуру, без всяких каких-то годовых практик, без еще чего-то. Как только вы придете к себе, что такое прийти к себе? И это повернется к своей душе. Как только вы приходите к себе, как только поворачиваете к своей душе, для вас нет такого варианта, что хорошо или плохо. Для вас нет того варианта, что понимаю или не понимаю. вы начинаете без лжи, без каких-то ужимок видеть то, что есть вокруг себя. Но вы начинаете это только после того, как вы сами раскрываетесь. Раскрыться самим – это самое сложное, что может произойти. Что такое раскрыться для себя? Это перестать себе лгать. Что такое перестать себе лгать? Это раскрыть все самое-самое поганенькое, что есть у нас. И это очень сложно. Это самое сложное, что есть. И когда мы научаемся это видеть, когда мы научаемся работать с собой, мы видим все, что происходит вокруг нас. И это с каждым разом. Вы начинаете окунаться в самого себя все глубже и глубже. И чем больше вы туда проходите, тем больше вы видите те ситуации, которые происходят вокруг. И вы уже четко знаете, что с этим делать. Четко знаете, потому что вы живете по душе, а по душе может быть только через свет, по душе может быть только через свет, по-другому не может быть. И когда вы идете через свет, то вы не можете сделать никому плохо. Вы уже начинаете жить по-другому. Насколько это актуально для вас сейчас? Это уже другой вопрос. Потому что отваливаются очень многие вещи. Отваливаются те вещи, к которым мы привыкли. В том числе и материальные. Вы не сможете... Спасибо, Владимир. Вы не сможете хотеть какую-то там мега... Мега-машину, если для вашего удобства и комфортно, будет намного меньше. Вы не будете понимать, для чего она. Вы не сможете желать что-то такого, потому что... То, что для вас не актуально. Вы перестанете видеть те вещи, которые цепляют кого-то других. Но вы будете в чётком принятии, без осуждения, потому что вы будете понимать, что это их путь. Кто бы вас не осуждал, кто бы не говорил, что вы делаете что-то не то, что-то не так, что-то... Какие-то не те вещи, которые... Которые нужны по каким-то причинам для кого-то. Вас эти моменты не будут цеплять не потому, что они не ваши, а потому что вы идёте по своей душе, потому что вы чётко понимаете, что вы идёте во благо. Что такое по душе? Это раздавать себя. Это чётко отдавать себя каждый свой кусочек вашего нового знания в мир, чтобы там оно развивалось и размножалось. Я не знаю, ребят, насколько я понятно вам объяснила сейчас, но я бы хотела как раз сказать, чтобы вы понимали, что такое мир. И, наверное, вот в этот ретрит я не просто буду рассказывать ребятам, что такое клеточки, как мы заходим в клеточки, как мы можем проходить сквозь стены или ещё что-то. В это всё... Клеточки туда никуда не деваются, потому что увидеть свою систему ДНК, увидеть своё строение, это необходимо. Увидеть своё строение, это необходимо для того, чтобы в дальнейшем увидеть те плотности, то пространство вариантов, которые есть вокруг нас. Это наше. Мы это можем видеть, и мы это... Почему мы должны от этого отказываться? Это обязательно будет происходить. И об этом я буду рассказывать на ретрите. Это нужно, это обязательно нужно. Это чтобы вы увидели свой род, это чтобы вы проговорили, прочувствовали, что есть в вас, чтобы вы увидели, откуда у вас какие-то болезни, откуда у вас какие-то болячки, откуда у вас какие-то паттерны поведения, чтобы вы чётко понимали, с какой это линии, откуда это пришло, чтобы вы поговорили со своим родом. И в этом, конечно же, я помогу вам, как это сделать, я помогу вам, чтобы вы понимали, как это сделать, чтобы вы с этим работали без меня в дальнейшем. Это будет только первый шаг к тому, что вы будете делать. Да, поэтому с клетками мы, конечно же, будем работать, безусловно, на ретрите. Но и на каждом ретрите я сейчас, на каждом ретрите, если меня с этого ретрита поймут, с моим новым видением, да, то, конечно же, мы будем приходить к себе. Как только вы приходите к себе, ребят, но не просто прийти к себе, да, а психически, психологически подготовиться. Потому что когда вы видите каждый момент, что происходит вокруг вас, когда вы слышите подзвуки, которые идут на программирование людей в городах, в больших городах чаще всего, и вы четко видите, слышите этот звук, распознаете. Когда вы видите в любой, в телевизоре, в сериалах, в рекламе, еще в чем-то, вот эти вот 25-е кадры, когда вы видите то, что невидимо глазу, вам это для начала кажется, что это все так здорово. Как здорово, о, я это вижу. Но вам же нужно с этим как-то работать, вам же нужно с этим как-то жить. И об этом мы тоже будем с вами говорить. Как с этим жить? Потому что это все открывается. Ребята, поверьте, вам каждому это откроется. Не просто так вы на этом канале, не просто так вы идете к этому. Обратной дороги у вас уже нет. Вы все равно будете там. Так, Наталья, просто хочу сказать, как я тебе благодарна за то, что ты озвучиваешь и подтверждаешь это чувство. Благодарю. И об этом я хочу больше рассказать. Потому что многие сейчас говорят о тех вещах, которые очень интересны, которые очень познавательны, которые очень увлекательны. Какие-то даже мифические вещи. Их смотришь, их завораживаешь. Но они вас не приводят к определенным состояниям честности, не приводят вас к определенным состояниям раскрытия. И такие люди тоже должны быть, безусловно. Нужно же как-то себе сделать какую-то паузу, наверное, так, я бы сказала, да? Но я все же, наверное, про то буду говорить, как вам приходить к себе. Потому что когда вы приходите к себе, вы увидите все, что происходит в вашем мире. Когда вы идете на единение с самим собой, не на разъединение, а только на единение. Когда вы идете на единение с самим собой, у вас происходят глубокие вещи. И, наверное, я и буду рассказывать, что такое единение с самим собой. Что такое неразъединение с самим собой. Что такое выход из тела – это одно. А когда ты можешь соединиться со своим телом, то это уже абсолютно другие критерии. Когда ты можешь жить в своем теле, видя все, что происходит за твоим телом, это уже совсем другое. Когда ты четко понимаешь, что все, что дано тебе в этом мире, что у тебя есть в этом мире? Вот скажите, что у вас есть в этом мире? Дети, семья, муж, работа, жена, дом – ничего. В этом мире у вас есть единственный дар, который вам дан в этой плотности. Единственный дар, который вам дан в этой плотности – это ваше белковое тело. И это белковое тело нужно привести в такое состояние, чтобы перейти на следующий уровень. Вот какое вы его получили, я не говорю, что оно должно быть маленькое, с гладкими пяточками, да? Нет. Вы получили абсолютно здоровое тело с абсолютно открытой памятью. Доведите это тело до такого. Сделайте его абсолютно здоровым, с абсолютно открытой памятью. И потом вы будете решать, покидать вам это белковое тело и идти в следующую плотность без него, либо оставаться в этом белковом теле. А личные вопросы можно задавать или будет не в тему? Задавай. Откликаться ваши слова. Очень приятно, успокаивающе к вам. Благодарю. Благодарю. Да, Вадим, задавай вопросы. Когда вы научитесь, ребят, понимать, что все, что есть в этом, в этой плотности, вокруг вас, внутри вас, за вами, это только ваше белковое тело, только после осознания этого вы будете понимать каждое мгновение, насколько вам, к вам повернута вся вселенная, насколько вам вообще повезло, что у вас есть дети, что у вас есть муж, жена, что у вас есть дом или еще что-то. Это познается не в сравнении. Нет, ребят, это не в сравнении. Это познается только после того, как вы понимаете, что у вас ничего нет. Если в этот момент рядом с вами есть ваш ребенок, какое-то счастье. А если в вашем мире есть любимый человек, какое-то счастье, это будет только мгновение, потому что следующее мгновение этого может не быть, потому что вам больше ничего не принадлежит. И когда вы отпускаете абсолютно все, когда в вашем мире есть только вы сами, что с вами начинает происходить? Когда это идет не от головы, а когда это идет изнутри. Попробуйте это ощутить. Какой ваш вес и рост? Вес я не могу сказать, я пока не знаю его. Рост 1,58 м. Как нам повезло, что у нас есть его. Спасибо. Мне очень приятно такое слышать. Ребята, задавайте вопросы. И завтра в закрытом клубе я проведу эфир как раз по белковому телу. По белковому телу и попробую вам более подробно рассказать там именно ощущение, состояние и восприятие. Как только вы поймете, что у вас есть это только белковое тело и больше ничего. Как мне ребята пишут, там, вот этого цвета, вот в этом кресле, там, что оно там такое-то или такое-то. Это не мое кресло. Ребята, у меня нет вообще ничего. Точно так же, как у каждого из вас. Как услышать свое высшее я? Поворачивайся к себе. Ты его слышишь постоянно. Но ты всегда включаешь ум. Ребята, давайте самый простой, самый элементарный такой, не знаю, практика. Любят люди слово практика, да? Смотрите, самая простая практика, которая вам пригодится на всю оставшуюся жизнь, когда вам не нужны будут никакие гадалки больше, никакие предсказания, ничего. Когда вы четко будете знать, хотите? Смотрите, есть такое единственное состояние, которое собирает наша душа. Душа наша, это наш стержень, это я. На стержень на нас, на наш, нанизывается наше тело белковое. И все это закрепляется в сознании. И когда мы это все три компоненты видим, у нас идет осознание всего этого. И вот в этом осознании всего этого мы находимся только в этом состоянии, находимся в потоке. И когда мы находимся в потоке, у нас есть только знания. У нас нет уже информационного поля, у нас есть только знания, тотальные знания. И мы очень все стремимся, да, многие стремятся за знаниями. И когда мы хотим услышать свое высшее я, для чего? Чтобы узнать знания. Знания чего-либо. И знания чего-либо, не важно, что это. Это твоего рода, это каких-то других миров, это той жизни, которая находится сейчас. Это элементарных каких-то вещей. Ехать мне туда или не ехать. Не важно, хоть чего. И вот эти вот три составляющие нас собираются только, когда мы еще не привыкли быть в моменте. Все время. У нас они собираются в одном мгновении, сразу же, при громком звуке. Любом громком звуке. Упала кастрюля, пробежал кот, там еще что-то. И вот этот громкий звук нам сразу же, оп, и мы собрались. Все, наверное, знаете это состояние, да? Все, наверное, его слышали, видели, ощущали. Когда что-то там такое происходит, ты раз такой, о, что случилось? И если у вас появляются вопросы для самого себя, что нужно сделать? Задаете какой-то вопрос. Ну, например, там, а нужно ли мне ехать туда-то? Хлопок. И у вас в первые три секунды приходит ответ, который принадлежит только вам. Первые три секунды после громкого звука, после хлопка мозг не подключается. После трех секунд вы уже начинаете интерпретировать. Ой, да нет, я все-таки не поеду, вот туда нужно заправляться, машина не та, погода не та, одежда не та, там еще что-то. Вы можете уже все, что угодно сделать после трех секунд. Но первые три секунды, неважно, обращайтесь вы к своему роду. Рот, хочешь ли ты со мной разговаривать? Сразу же ответ. Нужно ли мне ехать туда? Нужно ли мне быть с этим человеком? Все. Первые три секунды после хлопка это истинный ответ знания. Пользуйтесь. Никакие гадалки вам после этого больше не нужны будут. Вы можете проверить, проверено это уже миллионами людей. Ну, не миллионами, конечно, у меня еще не было миллиона, конечно. Вот, я думаю, что и без меня уже проверено это. Многими-многими, абсолютно. Вот. Поэтому, ребята, это самый простой способ. Все, все, все на самом деле очень просто, как я всегда говорю. Просто нужно находить вот эти вот простые моменты, простые вещи, простые истины. простые истины всегда находятся в вас. Если есть вопросы, задавайте. Я еще отвечу на вопросы. Если нет вопросов, то мы тогда с вами увидимся завтра в закрытом клубе. И, конечно же, увидимся на на ретрите, на марафоне, который уже 6 числа, по-моему, будет, да, 6 декабря уже будет марафон. И, конечно же, в Питере, ребят, я вас жду с огромным-огромным удовольствием, потому что так душевно, как прошла встреча в Москве, но это первая встреча, это первая выездная, такая прям целенаправленная выездная встреча, да, была. И для меня было, конечно, очень приятно, что пришло столько людей и в первый день, и во второй день. Для меня это было очень приятно. Поэтому, конечно же, жду вас в Питере. Считается ли, что я имею белковое тело, если клетки отмирают и создаются новые? Конечно. Ну, смотрите, ребят, клетки создаются, отмирают новые. Класс, Светочка, благодарю. Спасибо, Ольга. Смотри, клеточки же они твои, они же никуда не делись, но здесь уже другой вопрос. Мы же все регенерируем, и клеточки у нас постоянно регенерируют. А вот какие клеточки у вас регенерируют? С какой памятью, с какой генетической памяти они вас генерируют? С какими заболеваниями они генерируют? Как вы их запускаете? Вы их вычищаете? Вы их обновляете? Или они самопроизвольно несут ту программу, которую вы запустили, и с каждым разом они несут вам старость? Что несут ваши клеточки? Как вы с ними работаете? Умеете вы с ними работать? Умеете вы их перезагружать? Вот это уже ключевой вопрос. И вопросов пока больше нет. Ребята, обязательно с вами поболтаю я. Пишите свои вопросы. Давайте сделаем следующий эфир, следующий вторник, по вопросам. Привет, Артур. И на следующей неделе сделаем прям эфир по вопросам. Я продаюсь по вопросам. Если будут дополнительные, то я обязательно...